Добрый вечер всем! Меня зовут Таня и я долгое время работала, но вы делали системы для атомной электростанции, поэтому сегодня я хочу рассказать вам о том, что такое атомная электростанция. Вообще принцип работы любой атомной станции, практически любой, это просто кипятить воду. Есть редкие воды, в которых нагревается газ или металл, но практически любая атомная станция это такой огромный ядерный кипятиль. Потому что вы поняли, как это устроено работать, я хочу напомнить основные свойства воды. Ура, воды! Вода бывает у нас в трех формах, твердо-жидко-газообразной, и все это этого у нас сегодня не будет. Если мы возьмем жидкую воду и нагреем ее, вода превратится в газообратную форму в пар, и на это нужно будет затратить тепловую энергию. А если наоборот, если мы охлаждаем пар и превращаем ее обратно в воду, то при этом тепловая энергия будет выделяться. И еще важно то, что температура кипения воды превращения ее в пар будет зависеть от давления. Вот при давлении в одну атмосферу, как у нас здесь на уровне моря, вода будет кипеть при 100 градусах Цельсия. А если, например, мы поднимемся в горы, вам еще в школе, наверное, рассказывали, пробуют закипятить воду в горах, то вода будет кипеть при 80-90 градусах Цельсия, и мы не сможем заварить чай, и там станет грустная давать. А если, наоборот, мы ее приложим в дольше внешнее давление, то вода при 100 градусах Цельсия кипеть не будет, она будет кипаться жидко. И вот эта кривая, при которой вода превращается в пар, вот эта кривая, это кривая насыщение, на ней у нас будет равновесие жидкости и пар, это будет насыщенная пар в температуре. Вот, теперь давайте познакомиться с атомной станцией. Вот то, что выдает Google картинки по запросу атомной станции, и так ее обычно представляют. И я хочу сказать, что вот эта, вот эта, не, атомная станция, здесь нет реактора, нет никаких выбросов, это кривая, и здесь просто охлаждается чистая вода. И вот этот грилл, это не дым, это чистый водной пар, обычная вода из окружающей среды. А сам реактор находится вот здесь, в маленьком вот этом станке, всего 50 метров высотой примерно. И называется эта гермооболочка. И я расскажу о том, что находится внутри этой гермооболочки. Я буду говорить о самых распространенных реакторах, которых в мире сейчас больше всего. Вот это скриншот с сайта МОГАТЭ, Международной комиссии по ядерной энергии. И видно, что сейчас всего в мире запущен 441 атомный реактор, это вот на 17 января этого года, потому что все время обновляет информация. И 282 реактора одного и того же типа. Типа PWR, pressurized water rainer. Я поясню сейчас подробнее, что это за тип. Все станции на Украине такого типа. Вот где находятся наши украинские атомные станции. Возвращая классификация. Вот этот тип, к которому он асоциален за все эти реакторы, называется PWR, водо-водяной энергетический реактор. Так и называется. И он так называется, потому что там вода-замедлитель и вода-теплоноситель. Там одна и та же вода исполняет две функции. Я сейчас расскажу. Вообще нейтроны вызывают деления ядер Урана-235, когда они поглощаются ядрами Урана-235. И вот нейтрон испускается при одном делении, летит, поглощается другим ядром. И то ядро тогда в свою очередь делится. И вероятность поглощения нейтрона будет зависеть от скорости этого нейтрона. Потому что если вод, представим, у нас ядро Урана-235, вот у нас нейтрон. Если быстрый нейтрон просто пролетает, то это замечательное ядро. А медный нейтрон вот так пролетит, поглотится. Это ядро должно поделиться. И вот при делении ядер Урана возникают быстрые нейтроны. Но чтобы они поглотились и вызвали любое деление, их еще нужно замедлять. И вот для этого нужна вода, потому что в воде есть атом водорода. В обычной воде на просто один катон. И они полосятся, а повторимы с нейтронами. И поэтому ядро, когда ударяется ядро водорода, он сильно замедляется. И реакция когда-то идет лучше. И вот эта же самая вода, которая в 2 раз входит в название, потому что она же еще между топливами сбора, охлаждает, происходит тепло и является теплоносителем. Поэтому вот она в 2 разных названиях. Вот так устроена атомная станция такого типа. Здесь есть 3 контура. 3 изолированные друг от друга контура с водой. Вот первый контур. Это вода, которая течет непосредственно через активную зону. Она находится под огромным давлением. Там 160 атмосфер. И поэтому она не кипит. Хотя температура там... Вот на выходе из активной зоны температура 320 градусов Цельсия. Вода остается жилья, не кипит. Она просто вот так вот входит вокруг, клеится в активной зоне. Здесь она нагревается примерно на 30 градусов, пока вы просто проходите оружие. И она клеит воду второго контура. Вода второго контура тоже полностью замкнутая. Вода первого контура радиоактивная и содержит еще добавки. И поэтому очень мне хочется, чтобы она как-то контактировалась с окружающей средой. И она не только в замкнутом вода первом контуре. Она все находится вот в этой большой кермооболочке. То есть наружу выходит только вода второго контура. Вода второго контура. Забираем тепло воды первого контура в тепломерике, в парогенераторе. Это такая огромная батарея с трубами. Внутри вода и снаружи вода. И получается, что внутри этих труб вода под давлением 160 атмосфер. А здесь давление будет где-то 60-70 атмосфер. И поэтому вот эта вода уже здесь может кипить. Она кипит, превращается в флаг, идет в крутист турбин. Турбина в крутист генератор, мы получаем электроэнергию. А эта вода может большую часть энергии потеряла в турбине. Остаток тепла она взяет здесь, охлаждает воду третьего контура. И идет дальше. Вот эта вода второго контура, она уже не считается радиоактивной. Ее утечки вообще не трактуются как радиоактивной утечки. И кроме того, она наоборот, она очень чистая. Потому что ей нужно много раз гипятиться и конденсироваться снова. И если бы это была обычная вода из окружающей среды, то вот эта труба быстро образовалась бы нафиг, как в чайнике. И поэтому сливать эту воду в окружающую среду, как-то допускать контакты с окружающей средой, было бы не опасно для нас, а было бы просто очень дорого. А вот вода третьего контура, это уже вода просто из окружающей среды. Она берется прямо из реки, из моря, или если у нас нет ничего подобного, то она охлаждается в третьем месте, берется оттуда. Реантор. Реантор – это такой огромный стильной корпус, толщиной порядка 20 сантиметров, высоту, вот, сам корпус где-то примерно 13 метров, весит 320 тонн, и в нем находятся топливные сборки. Вот здесь вот рассолняется топливо, а прямо между топливными сборками двигаются окружающие стержни. И вот это топливо, одно и то же топливо, оно здесь находится несколько лет. и его только несколько раз перемещают. Сначала свежее топливо оставят здесь, в крайней зоне, потом перемещают в ближайшую середину, потом в самую середину, чтобы равноверности энерговыделения более-менее соблюдались. А вода, вода входит здесь, обходит, забирает тепло, и уходит вот по той вере за другим. Вот так выглядит само топливо. Это теплоопределяющая сборка. Она состоит из теплоопределяющих элементов. Это вот эти металлические стержни, в которых находятся таблетки из двух из урана, нашего основного топлива. В начале службы топлива содержание урана 235 будет чуть больше 4%, а в конце службы топлива остается меньше процентов. А сейчас будет интересно. Свежее топливо слабо радиоактивно. То есть его действительно можно держать руками, как делает этот человек, ему за это ничего не будет, потому что природные ураны, даже обогащённые, действительно слабо радиоактивны. Но вот когда он уже проработал в реакции, то там накапливаются много преодкождущих радиоактивных изотопов. И вот как раз топливо, которое от вам упало в реакции, оно хватит очень сильно. А вот это свежее топливо настолько слабо излучает, что когда запускают реактор полностью новый, с полностью свежим топливом, то спонтанных делений в этом природном уране обогащённом не хватает для поддержания цепной реакции. И поэтому реактор приходится ещё дополнительно облучать. Использовать внешние источники нейтронов, например, спонтанно делящиеся в Калифорнии, чтобы просто запустить реакцию. Само топливо этого сделать поможет. А вот отработанное топливо будет излучать очень сильно. И оно продолжает выделять тепло ещё несколько лет после того, как его убрали из реактора. Его ещё 3-5 лет держат в специальных бассейнах с водой, чтобы отводить от него тепло. И перегружают топливо, кстати, тоже полностью над водой. Его не выносят на воздух, а на реакторе наливают ещё воды столько же, чтобы поместились в топливной сборке полностью. И вот так перегружают в специальной машинке под водой. Вот таким вы видели реактор. И он действительно светится синим светом. Это излучение вобилово-чливкового. Оно возникает, когда зарежена щитится, двигается в воде быстрее скорости светом в воде. Потому что, согласно теории относительности, ничто на свете не может двигаться быстрее скорости светом в вакууме. Но в среде скорость света может быть меньше, чем скорость света в вакууме. Скорость видеомосвета в воде будет примерно 60-70% скорости светом в вакууме. И заряженная частица может лететь быстрее. И если вот протон или электрон летит быстрее, то он будет вызывать вот такое вот синее свечение. Это как аналог ударной комнаты сверхзвукового самолета в воздухе. И на это сверхзвуковское отлучение на самом деле можно смотреть. То есть, во-первых, при грузке реактора люди это иногда видят. Потому что 7 сантиметров воды задерживают примерно половину радиации. Поэтому на самом деле это не так опасно. Как управляет реакцией? Ядра урана 235 делятся в одной топливной сборке. Нейтроны вылетают и замедляются волосы и перелезят в соседней топливной сборке. И там вызывают деление новых ядей. И вот эту реакцию надо как-то контролировать. Конечно, нам очень хотелось бы, чтобы была какая-то простая физическая отрицательная обратная связь. То есть, чтобы было так. Если реакция у нас внезапно усилилась, то чтобы возникал какой-то процесс, который сможет немножко замедлить реакцию. И наоборот, если реакция упадет, то чтобы возникал процесс, который ее наоборот раздробит. И такая отрицательная обратная связь в ядерных реакторах есть. Потому что у нас есть вода. От нее зависит очень многое. Она замедлитель. И вот представим, что реакция у нас усилилась. Реакция усилилась, тепловыделение тоже выросло, вода нагрелась. Вода у нас замедлитель. Вода нагрелась. Нагрелась, значит расширилась. У нас увеличились расстояния между атомами в воде. Между маленькой воды. И нейтром на пути от одной топливной сборки к другой встретит на пути меньше атомов водорода. Хуже замедлится. Прилетит с большей скоростью, хуже поглотится и хуже вызовет новую реакцию. И поэтому реакция сама по себе немножко упадет в мощности. И то же самое работает с разным словом. То же самое по пару. Если вдруг где-то у нас вода перегреется, образуется какой-то паровой кузырь, то там будет намного меньше атомов воды, которые будут замедлять нейтронные реакции и сама по себе не может бегать. Теперь о том, как управляется реакция. Мощность менять можно быстро с помощью удержанных поглотителей. Это такие удержания с веществом, это часто каплитборы или гадмии, которые поглощают нейтрон и легче, чем уран. Они висят сверху над активной зоной и двигаются в активной зоне. И чем глубже они входят в активную зону, тем слабее эта реакция, потому что они поглощают больше нейтрона. И сейчас опять интересное. Они не прикреплены никак сверху. Они вот там сверху просто висят на электромагнитах. Поэтому, если отличается электричество, все стержни сразу же падают в реактор в активную зону и глушат реакцию. Это пример пассивной системы безопасности, которой не нужен для работы никакой управляющей сигналом, не нужное электричество. И стараются делать как можно больше других систем. Еще один пример пассивной системы безопасности это естественная циркуляция. Представим, что у нас перестал работать насос, который качает воду через активную зону глобального контура. Во-первых, тогда реактор сразу остановится. Такая защита есть. Во-вторых, получится, что вода, которая входит в активную зону, более холодная вода, холодная, это у нас примерно на 290 градусов, вы помните. Вот она входит в активную зону, нагревается в активной зоне, нагревается, расширяется, поднимается вверх. И труба по которой она входит, находится ниже, чем труба по которой она выходит. Поэтому циркуляция возникнет сама по себе. То есть так, вот эта горячая активная зона будет работать сама по себе как насос, который будет перекачивать воду, чтобы себя охлаждать. И таких систем там у нас и много. Сверхи поглотители, это быстрый способ регулирования. Есть еще медленный способ, если нам нужно примерно задать, нужна мощность реакции. Для этого в воду первого контура добавляют горную кислоту. Бор очень хорошо поглощает ядроном. Очень хорошо. Самый при этом портится, потому что вот у нас был бор 10. Он поглотил ядром, излучил альфа частицы, превратился в литий 7. Литий 7 уже так поглощает ядроном. И вот свежие топливы, только загруженные альфа и топливы уже проработавшие какое-то время, излучают равное количество энергии. И поэтому вначале воду добавляют больше горной кислоты. Потом, когда топливо выгорает, то концентрация его уменьшает. Есть еще один простой способ выровнять энерговыделение свежего и старого топлива, это добавить поглотитель ядронов прямо в само топливо, в само выгорающий поглотитель. Так и делают. Вот сами топливные таблетки, добавляют гадолин. Это такой редкоземельный элемент, который очень хорошо поглощает ядроны. И получается, у нас есть свежее топливо, оно может выделять очень много энергии. Но в нем много поглотителей, которые будут поглощать ядроны. Со временем топливо будет выгорать, и поглотитель тоже будет выгорать. И на это выделение будет немножко выравниваться. Реакторы все радиоактивные системы заключены в гермооболочку. Гермооболочка – это такая огромная железобетонная банка из напряженного железобетона, высотой порядка 50 сантиметров, толщиной больше метра, изнутри еще часто облицованной сталью. И она способна выдерживать давление в 5 атмосфер, и рассчитана на то, чтобы выдержать любую внутреннюю аварию с разрывом каких-то крупных труб, и также выдержать внешние события, то есть взрывы, смерчи, ураганы, землетрясения, и даже падение самолета. После 11 сентября вы рассчитали, что они должны выдерживать падение самолета. Сейчас приготовьтесь, сейчас я вам покажу форму. У меня есть одна формула, и мне придется вам ее показать. Потому что атомная станция – это тепловая машина. И коэффициент полезного действия, максимальная возможность коэффициент полезного действия будет определяться по шандартной формуле для тепловой машины. Коэффициент полезного действия – это разница между температурой нагревателя и температурой холодильника. Зеленая – это температура нагревателя. Все температуры у нас в Кельне, поэтому мы поделить не будем. И отсюда следует, что максимально возможный КПД у атомной станции будет порядка 30-35%. И КПД будет зависеть только от разницы между температурой нагревателя. Это самая горячая температура у нас в системе, где тепловая энергия будет превращаться в механическую. Это у нас порядка 280 градусов Цельсия. И температура холодильника. А холодильник – это самая холодная температура в нашей системе. То есть это температура третьего конца – температура окружающей среды. И отсюда, кстати, следует, что атомная станция зимой будет работать действительно лучше, чем летом. И в холодных странах она тоже будет работать эффективнее, чем темно. Если мы хотим поднимать КПД, то нам нужно увеличивать разницу между температурой нагревателя и холодильника. Температуру холодильника выпустить не можно, потому что с окружающей средой мы ничего не сделаем. Температуру нагревателя повышать в реакторах такого типа нам тоже особо некуда, потому что мы работаем с водой, а у воды при температуре 374 градуса Цельсия наступает периодическая точка. И после этой температуры вода не может оставаться жидкой уже ни при каком-то времени. И нам нужно еще иметь какой-то запас в безопасности. Поэтому думают и о других теплоносителях, как расплавленные металлы и газы. Я не хочу рассказывать про иконы атомной энергетики. Я скажу только о том, что тепловая электростанция, которая работает на угле, планово, во время работы на мощности, выделяет в 20-100 раз больше радиации, чем атомная станция. Потому что уголь в качестве микро-климеси всегда содержит уран, дори и радиоактивный изоток углероза. Эта станция находится на фронте из Испании, это атомная станция «Лодайос», которая находится примерно в 5 часов от Бастилоны на поборежье госсадорадо. Берет воду для третьего контура для охлаждения прямо из моря и мешает людям плавать. Спасибо за внимание. Давайте. Только ли уран может быть топливом? Нет, не только уран. Сейчас еще начинают разрабатывать реакторы на торе. Вот есть такой новый тренд. На основном уран это равная степень обогащения. Да. Или смесь в равном тоне. Да. Скажите, пожалуйста, вот эта конструкция, там есть сборки ядерного топлива, замедлитель, вода проходит, стержни управляющие. Чем эта конструкция принципиально отличается в ВВР от РБМК? Что в этой конструкции мешает развиться ситуация в случае неуправляемой ядерной реакции, так как при Чернобыльской аварии произошло? Во-первых, в РБМК замедлителем была графитная вода. Вода была только теплоносителем. И там не было такого хорошего отрицательного коэффициента. Во-первых, во-вторых, в Чернобыле там на самом деле еще была очень большая проблема с вот этими стержнями поглотителями, с аварийными стержнями. У них законцовки были сделаны не из поглотителя. И поэтому в первый момент входа стержня в активную зону, они реакцию не глушили, а разгоняли. Потом это изменили на всех типах РБМК, и те РБМК несколько, которые работают сейчас, они уже манифицированы, чтобы такого тоже не произошло. Ну, это 10 градусов. Да? Делённые делают упор на том, что основная проблема – это вода, которая после отработки, ну, вязанная вода. Ну, очень много источников, альтернативной энергии в производственном цикле тоже вязаные. А какие еще есть среды в качестве поглотителей? Там една, там какие-то газовые еще есть, да? В смысле, те, которые текут через активную зону, как теплоносители, да? Бывают еще расплавленные металлы, натрий используют, например, в карабельных реакторах и на высших нейтронах. Бывают газы. Ну, по сути, проблема вот в любом случае с левым почистом, которое соприкасается с активной зоной, это тоже возобновится ради актив. А можно еще вопрос? А как вот эти повлотители, которые самознарающие, вот я не знал такого, а как они влияют на контроль на циклную реакцию? То есть, насколько тяжело, что надо законтролировать эту реакцию? Сложнее от этого они становятся. Они просто там неисты, это все равно, что и так было бы меньше доступных нейтронов. Вот эти самознарающие поглотители, они не усложняют контрольную реакцию. Да? На сколько выпивается вода в третьем контуре и не сварятся ли рыбочки, если она не стоит там? Пока я знаю. Очень хороший вопрос. Я не скажу точно, на сколько градусов она нагревается, на несколько, но проблема теплового загрязнения действительно есть, они говорят, потому что рыба не сварится, но может немножко измениться эта система из этого. Потому что вода в водоеме, если это водоем такого ограниченного размера, на несколько градусов она нагревается. Да? Вы сказали, что в первом контуре вода радиоактивная, она не может постоянно там сапулировать, и все равно надо было это у тебя ведь сделать. Если она радиоактивная, тогда ее уберем? Ее так и гоняют, гоняют, гоняют по циклу, она проходит там свои циклые очистки внутри, и в общем-то во окружающей воде ее не сливают. А какого размера сами радиоактивные сборки и топливные сборки, и в связи с этим, как их внутрь загружают, внутрь реактора? Я не скажу точно, сколько метров в длину, несколько метров загружают их. Так, есть специальная машинка, такая перегрузочная машинка, которая везет сверху на реактор, то есть их помещают и сразу не помещают. Ставят сборки в реактор, а сборки, которые отработавшие, помещают по всей передышке топлива. Нет, прежде всего мне было интересно, как их помещают внутрь вот этой железобетонной конструкции? Снимают крышку. Там крышка, да? Снимают крышку, да. Там крышка есть. Понятно. Да. Такой вопрос. Насчет тяжелой воды. Она в данных реакторах не применяется, и она применяется в первом блоке тяжелой? В этих реакторах, в ПВРах, тяжелая вода не применяется, но она применяется в других реакторах. Да, есть такие модели. Да. А как вот, ну, вода именно протекает в свой средний сбор? А мы сейчас между ними. Между ними это с обычного стояния, поэтому вода снизу вверху, как мы с ними протекаем. Да. Скажите, Вы говорили о том, что отработанное это топливо все еще выделяет тепло, еще несколько лет. Это тепло не используется для получения энергии? То есть, отработанное топливо просто лежит в бассейне и охлаждается, и все? Или из этой воды тоже получает, в любом образе, энергию просто уменьшую количество? Да. Мы просто лежим в бассейне, выделяем тепло и все. Там уже недостаточная мощность энерговыделения, чтобы было выгодно ее туда извлекать. Понятно. Да. А в этой схеме оружейные плутонии не получаются? Нет. Оружейные плутонии не получаются. А как его будут? Оружейные плутонии не получаются. Жаль, жаль, жаль. Какой-то плутонии... То есть, в принципе, плутоний нарабатывается в реакторах любого типа, но скорость его наработки в ВВРах не такая большая. В итоге хорошо получался как раз в реакторах системы ВВК. Да. Какие перспективы развития атомной энергетики в Украине? Потому что вроде бы из всех видов энергетики это самая безопасная посудия. И если я не знаю, почему я открою данную скулью в Украине? Хороший вопрос. К сожалению, сейчас, насколько я знаю, то есть те блоги, которые хотели размораживать и достраивать, там как-то все идет не очень активно, перспективы сейчас в основном украинской атомной энергетики это то, что думают о том, чтобы начать-таки использовать зарубежное топливо американское. Потому что сейчас у нас все топливо, кроме топлива на одном блоке Южноукраинской АЭС, это российское топливо. И поэтому думают о том, чтобы внедрять больше американских. А свое? Своё не делаем. Своё топливо делают только в ВВР. У нас очень богатый запас в ВВР. Да. Система обогащения и изготовления топлива у нас нет. С топливом? Да. С топливом? Да. С топливом? Производителем. Потому что американское топливо, когда его делают для нашей станции, его по параметрам стараются делать таким же, как наше топливо. Но это скорее политический вопрос. Ага. Да. А у нас вот эти пять или сколько-то, четыре агроминей есть, вот этот саркопад и там кредитные жиловоды, или что делать. И вот этот саркопад вы сталкивает, где-то как сарчеевские. Те, которые сейчас есть, они все включены вот в эти гермоополочки. Это считается во всем мире достаточной защитой. Да, да. Затем их открывают. Да. У меня целый вопрос на даже теме. А настолько много теплового теряется? Почему вообще используются какой-либо кухне селья для отмогения, а просто они достигаются без присмотра? Я не могу сказать точную скорость тепловоделения, к сожалению. Я думаю, что когда нужно использовать кухне селья, тогда становится радиоактивным. Насколько я понимаю. И в то время нужно как-то тоже утилизировать. Не будет делать проще. Надо не использовать кухню, а оставить топливо. Просто так его все еще нельзя оставлять. Потому что само по себе это топливо может нагреться достаточно, чтобы раскалиться, чтобы даже поплавились вот эти металлические трубки, которые там находятся. Но это не значит, чтобы использовать вот эти энергии. Да. Потому что экономические эффективные, ну я понимаю. Да. Скажите, вы сказали, что ВВР это самый распространенный кип реактора в мире, а второй, там третий по распространенности. Что это за типы? Следующее по распространению, это BIDA UVR, это boiling water reactor, это реактор, где вода кипит, тоже замедляется водой, охлаждает водой, и другая конструкция. Дальше идёт, если я перешиваюсь, реакторы, к сожалению, я не могу точно сказать, и я лучше не буду говорить, потому что не помню точно. А где, собственно, этой схеме РБМК? Их же, как бы, достаточно много осталось в России. Я, к сожалению, не помню, лучше всего зайти на сайт МГТ и посмотреть легенду, потому что я не очень помню облигатуры для всех типов. Понятно, спасибо. Да. 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 Ничего себе, пожалуйста. Вопросы. И, как вы сказали, 10 людей, может быть, не интересная вопрос. Обычные, как вы делаете? Разные, но, собственно, такие обычные волосы используются только там, где уже идут некритичные системы, есть система безопасности. Система безопасности сделана очень много. Да. Да. Подписывается, что спутники, они тоже работают на этих партнерах реактора. Насколько сильным это отличается принцип работы и поскольку существуют принципиальные реакторы, можно ли все дома собрать на эти спутники? В спутниках используются не реакторы, были проекты спутников вот именно с реакторами, но сейчас как бы и спутники, и разные там марсоходы и так далее, они используют ритеги радиозатомные термоэлектрогенераторы, там нет цепной реакции. Это просто вещество, которое спонтанно распадается и выделяется полную энергию. То есть там нет никакой такой системы управления, просто есть штука, которая греется и от нее отводится энергия. Спасибо. 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 Спасибо.